Очень важно сказать тем, кто здесь впервые, что вы находитесь на арене свободы. Нет бремени, которую Иисус не мог бы понести. Нет болезни, которую Иисус не мог бы исцелить. Скажи соседу, я на арене свободы. Когда ты на арене свободы, то ключевым является не подавление плоти, а подчинение Духу. Павел сказал, что есть путь более превосходнейший. Решение заключается в том, чтобы не переживать о наших обстоятельствах. Я был во многих местах, я снова тут. Что же будет? Нет. Выход не в том, чтобы переживать о ваших обстоятельствах. Раз вы здесь, оставьте это для Бога. Суть не в беспокойстве о вашей ситуации, а в подчинении Духу. Хождение в Духе — это так захватывающе. Делай то, что Он говорит тебе в твоем сердце. Да, это и есть выход. Послушайте свидетельство своей совести. Это и есть путь. Это ответ. Не позволяйте окружающим вас обстоятельствам диктовать вам, «А, у меня мигрень. Это невыносимо». То, что вы слышите, что говорят вам люди, что вы прочли, не позволяйте всему этому определять ваше направление. Доверь это Богу. Вчера мы дискутировали на одну тему, но у нас было мало времени. Сегодня мы продолжим. Как Бог разговаривает с тобой? Мы здесь, чтобы выслушать Божье мнение о себе и о других. Если бы вы действовали с Богом, ваши обстоятельства не были бы такими, каковыми они являются сегодня. Небо было бы мало для вас. Вы задуманы так, чтобы действовать с Богом, говорить с Ним, думать с Ним, планировать с Ним и трудиться по Его замыслу. У Бога много проектов. Узнайте Божье мнение о себе и о других. Заинтересуйтесь Его плане. Это то, для чего вы были задуманы Богом. Давайте прочтем Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постигшись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал Ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Многие из нас сегодня говорят, «Я постился, молился, я христианин, меня зовут Джошуа, я родился в христианской семье, я служу в церкви, я евангелист, я пастор». Вы можете поститься, вы можете молиться весь день, но если ты не живешь в Слове, то ты не понял сути всего. Вы хороший проповедник? Вы говорите на языках? Если ты не живешь в Слове Божьем, ты не понял сути всего. Знание фактов об Иисусе не меняет твоих отношений с Ним. Поэтому удели время, чтобы погружаться в Слово и впитывай его, чтобы понять, что Бог говорит тебе на каждый день. Скажи соседу, живи в Слове Божьем, вы в Нем, я в Нем, но важнее всего то, что Бог в Нем. Встречай Бога лицом к лицу. Здесь ты встречаешь Бога лицом к лицу. Здесь ты встречаешь Бога, ты встречаешь Сцелителя, Спасителя, Освободителя и Искупителя. Здесь. Читай Его. В Нем есть исцеляющая сила. Читай Его. Это пища для нашей Души. Читай Его. Оно направит наши стопы. Читай Его. Оно обладает очищающей силой. Читай Его. Оно обладает преображающей силой. Читай Его. Оно вечно. Читай Его. Оно хранит нас от греха и ошибок. Читай Его. Оно веселит сердце. Читай Его. Вот что я подразумеваю под тем, что Бог в Нем. Вот что происходит, когда ты читаешь Слово Божье. Когда ты открываешь Слово Божье и читаешь Его, ты слышишь, как говорит Бог. Молитва и чтение Библии всегда должны быть совмещены. Видите, в чем наша ошибка? Молитва и чтение Библии всегда должны быть совмещены. Одно неполноценно без другого. нет настоящего общения, пока оба не участвуют в разговоре. Это книга, которая читает нас именно в то время, когда мы читаем ее. Это редкая и необыкновенная книга, и она требует необычного способа чтения. Время для чтения должно быть самое лучшее. читая ее внимательно, медленно и систематически. Когда сатана подошел к Иисусу, искушая Его, Иисус просто цитировал места из Писания в ответ. Это значит, что мы должны наполнить свою молитву Писанием. Скажи своему соседу, заполни свою молитву Писанием, потому что молитва и чтение Библии всегда должны быть совмещены. Одно неполноценно без другого. Когда сатана подошел к Иисусу, искушая Его, Иисус просто процитировал места из Писания в ответ. Не хлебом, одним будет жить человек. Этот ответ был наполнен Писанием. Если вы на самом деле живете в Слове, то вы смело можете сказать, что Бог за вас, и никто не сможет преуспеть, если пойдет против вас. Это послание для вас. В Римлянам, 8 глава, 31 стих. Для вас, живущих в Слове, Бог за нас. Никто не преуспеет в борьбе с вами. Бог за вас? Этот вопрос вы должны задать сами себе. Я дам вам три местописания. Мы говорили о Римлянам, 8, 31. Если вы живете в Слове, Бог за вас, и никто не может быть против вас. Давайте откроем еще одно место. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стих. «Именем Моим будут изгонять бесов». Кто? Те, кто живут в Слове. Не те, кто просто постится и молится, но те, кто живет в Слове. Те, кто принял Слово Божие в свое сердце и по-настоящему сделали его частью себя. Он сказал, «Имени Моим будут изгонять бесов». Это значит, что если вы живете в Слове и скажете «Во имя Иисуса» дьявол уйдет, потому что вы повелели ему уйти. Стих 18. «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Молитва — это двухсторонний разговор. Вы говорите с Богом, а затем вы слушаете, пока Он говорит с вами. Заполни свою молитву Писанием. Использование прочитанного Слова поможет вам увериться в том, что ваша молитва выстроена в соответствии со Словом Божьим и вашим жизненным предназначением. Эта книга говорит о том, что Бог уже говорит тебе. Скажи это соседу. Эта книга говорит о том, что Бог уже говорит тебе. А вы можете решить почитать Библию так. Что этот человек сказал? Это есть в Библии? Иисус обратил воду в вино. Что это было за вино? Это мог быть алкоголь. Тут говорится о многоженстве. Сколько у них было жен? Прелюбодеяние? А что там было с Соломоном? Не вопрошай о том, что, как ты думаешь, должен услышать. Эта книга говорит о том, что Бог уже говорит тебе. Ни одно местописание не существует само по себе. Одно слово может говорить сегодня, другое — завтра. но Бог посылает каждое из них четко в твою жизнь. Книга Иова, 23 глава, 12 стих. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. В английском переводе вместо «моей правила» моя необходимая пища. «Питай свое физическое тело физической пищей два-три раза в день. Питай свою душу духовной пищей хотя бы раз в день». «Исцеление, освобождение, искупление не осуществляются ничем и сделанным нами. Осознайте это. не существует ни малейшего основания похвалиться по-человечески своими способностями или силой. Хвалящийся должен хвалиться не собой, а Господом. «По-видимому, все только по благодати. Из всех добродетелей вера больше всех остальных чтит Христа. И из всех добродетелей Христос больше всего чтит веру». Страдание является объектом милости. «Когда слепой Мартемей узнал, что Иисус проходил мимо него, он возопил «Сын Давидов, помилуй меня. Я хочу, чтобы вы сейчас вопияли. Сын Давидов, пусть твоя милость говорит ко мне. Пусть твое благоволение говорит ко мне. «В могущественное имя Иисуса Христа». Было предсказано о том, что когда Иисус придет, чтобы спасти нас, слепые глаза откроются. и что бедные будут благословлены. Знать присутствие Иисуса – это знать силу Божью. Если Иисус сегодня присутствует посреди нас, то глаза слепых должны открыться. «Просто послушайте, что я говорю вам о служении нашего Господа Иисуса Христа и о служении Святого Духа, которое заключается в том, что если Иисус среди нас, глаза слепых должны открыться. это служение Святого Духа». Чудеса и знамения являются признаком этого. Каковы ваши обстоятельства? Нет болезни, которую Иисус не мог бы исцелить. Нет немощи, которую Иисус не мог бы вылечить. Нет проблемы, которую Иисус не мог бы решить. Какая у тебя проблема? Субтитры создавал DimaTorzok